Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Если вы смотрите нашу программу, то знаете, что 9 из 12 месяцев мы показываем то, что записали на Святой Земле. Люди даже спрашивают, «Вы там живете?» Нет, сегодня мы снимаем нашу 37-ю программу в Израиле, и в течение года вы сможете посмотреть эти новые программы. Есть не так много мест, где я могу собрать сразу так много людей. Это одно из них, ступени, хульды, у южной стены Иерусалима. Сегодня вы услышите послание на тему «Поднимитесь чуть выше», в которой вы узнаете о холмах Иерусалима. Это будет пророческое послание, так что будьте внимательны. Думаю, вам будет очень интересно. Много лет назад, когда я впервые приехал сюда, я остановился в отеле «Ларом» с видом на стены города. Я начал безудержно плакать, потому что мне казалось, что я вернулся домой. Кому еще показалось, что вы вернулись домой? Наверняка есть такие. Вы любите слово и слышали об этом всю вашу жизнь. Затем я начал задаваться вопросом, почему Бог выбрал именно это место. У вас было такое? Вот видите, у них было. Что такого особенного в Иерусалиме? Я нашел несколько фактов, которые хочу рассказать вам во вступлении. Иезекииль сказал, что Иерусалим — это центр всех народов или центр земли. Об этом также сказано в еврейских источниках. Согласно одной из еврейских традиций, считается, что когда Бог создавал небо и землю, он сказал Иову, «Я заложил основание земли, ее краеугольный камень». Это очень интересное утверждение. Под куполом скалы находится большая скала, и есть люди, которые думают, что Бог стоял над этой скалой, когда творил небо и землю. Это вполне возможно. Как-то я остановился в зоне отдыха, и там была карта всего мира. Я заметил на ней, когда я говорю «угол», то имею в виду край Библии. Я заметил угол здесь и здесь. Не угол карты, а угол суши. Я подумал, «Ой, как интересно!» У Земли будто бы есть четыре угла. Несколько лет назад исследователи из НАСА заметили, что из орбиты Земли что-то выделялось. Это были четыре высоких пика. Они как-то влияют на силу притяжения, ну и так далее. Не думайте, я не ученый. На той карте был Израиль, он выглядел как центр Земли. А теперь я хотел бы поговорить немного о том, что территория Иерусалима, это вообще-то только мое мнение, на основании исследований 89-го года, этим исследованиям я посвятил целых четыре года, вплоть до 93-го. А вот как много времени заняли эти исследования. Я пришел к выводу, что территория Иерусалима была центром Эдемского сада. Многие люди считают, что Эдем был в Месопотамии, рядом с Ираком, на границе рек Тигр и Ефрат. Но в книге Бытие сказано, что вокруг Эдема было четыре реки. И одна из этих рек, согласно историку Иосифу Флавию, Гихон из второй главы Бытия. Это река Нил, которая начинается в Эфиопии и разделяется на семь потоков, которые впадают в Красное море. И я считаю, что дерево жизни находилось там, где позже Соломон построил святое святых. Я также знаю, что Соломон поставил там восточные, или царские ворота, в город, потому что в Эдемском саду, когда человек согрешил, Бог поставил Херувима с пылающим мечом охранять вход в сад. И это был восточный ход. Еще один факт. Если вы стоите на Илеонской горе и смотрите на восток, то увидите, что там пустыня и камни, а с другой стороны камни и деревья. Восточная сторона очень уникальна. А если вы отправитесь в Иерихон, самый старый город в мире, то у реки Иордан вы увидите древний город Адам. Как-то я спросил у Равина Гетца, почему этот город так назван? Он ответил, что именно туда пошел Адам, когда был изгнан из Эдема. Он вышел из восточных ворот. Сегодня это Илеонская гора. И отправился чуть ниже. Иерусалим находится в 800 метрах над уровнем моря, а Мертвое море — 400 метров ниже уровня моря. Есть еще много фактов. Например, большинство мест для молодьбы зерна в Древнем Израиле имели в своем названии имя Авель. Если вы помните, Авель — это сын Адама, которого убил его брат Каин, прямо на месте для молодьбы. Так можно продолжать еще очень долго. Например, в Вифаге или Дом Фиг, Адам использовал фиговые листья, чтобы скрыть свою ноготу. На пути из Вифагии Иисус проклял фиговое дерево. И так далее. Я лишь хотел показать, что есть много параллелей с Эдемским садом. Еще один интересный факт. Предположим, что Эдемский сад был здесь. Ну, не сам сад, потому что он был огромным. А его центр, где находились дерево жизни и дерево познания добра и зла. Если помните, то в истории со змеем, когда Адам и Ева согрешили под влиянием змея, только не говорите, что это миф, потому что змеи не разговаривают. Но Иосиф в Лаве писал, что до грехопадения животные могли общаться с людьми. Я лишь передаю вам его слава. То есть змей мог общаться, а когда Бог проклял змея, он забрал у змея голос и дал ему шипение и яд. Поскольку змей принес грех. Бог дал змеям яд, чтобы напомнить всему человечеству, что грех — это яд. О, сколько гневных писем я получил за это после программы. Змеи умеют разговаривать? Вы что, идиот, Парри Стоун? Да, обычно так мне и пишут люди. А еще змей, наверное, мог ходить прямо, потому что Бог сказал, что он будет ползать на животе. В Рамале, что находится не так далеко отсюда, нашли скалы с окаменелыми отпечатками, змей с ногами. Это очень древние окаменелости. Сюда приезжал доктор Карл Бо. Многие из вас знают этого великого ученого. Когда он приезжал сюда, я рассказал ему о тех окаменелостях. Там были следы змей с двумя ногами. Две ноги. Вы поняли? Я говорил молодежи в нашей церкви. Вы должны понять, что сатана не хочет, чтобы вы поклонялись Богу, особенно своими ногами, потому что он лишился своих ног. Аккуратнее, «А то я начну восклицать от радости». Итак, он лишился своих ног. И когда вы начинаете славить, используя свои ноги, это то, что никогда ему не светит. Вы меня понимаете? Я уже, пожалуй, начинаю проповедовать. Бог начал возвращать людей в это место, когда здесь не было ничего, кроме камней. Здесь есть камень основания. И эти ступени вырезаны именно в основании. Это основание горы Дома Господнего. Почему же Бог решил снова вернуть сюда людей? Все началось с Авраама. «Пойди в землю, Мария», — сказал он, «в место, которое я покажу тебе». «И там принеси в жертву своего сына». А почему именно здесь? Он сделал это в Версавии, в Дане, или на севере. Авраам пришел с севера. Он мог сделать это над Галилейским морем, в прекраснейшем месте на Святой Земле. Но почему же Господь посылал его сюда? По-моему, причины на это две. Первая связана с садом. Адам согрешил у дерева. Второй Адам, или Иисус, отправляется в Гефсиманский сад, и его пот превращается в капли крови. Бог говорит Адаму о работе в поте лица. Пот у первого Адама и у второго. Дерево в первом и во втором случае. Бог приводит его сюда, зная, что он восстановит потерянный рай для тех, кто вступит в завет с ним, через Иисуса Христа. Вот в чем цель. Хочу показать, как красиво Бог продумывает некоторые шаги. В этой поездке со мной один из моих работников, которого зовут Фрэнк Мбук. У него есть Библия с конспектом за далекий 1990 год. Когда я проповедовал на тему «Поднимитесь повыше». Я не умею пить, поэтому уж не обессудьте, но вскоре я вам хочу процитировать одну мою любимую песню. Но когда я учил на эту тему, то написал эту замечательную песню, которая называется «Поднимись чуть повыше». «Наполнись Святым Духом и огнем». Ты слишком долго был в долине. Пора возносить хвалу. Ну что ж, если мы придем к подножию этой горы, то подъем начнем с горы Офел. Это название упоминается в Писании. Итак, мы поднимаемся на холм Офел, затем мы поднимаемся на следующий холм, и это гора Сион. Если мы продолжим подниматься вверх, то придем туда, где мы сейчас. А пик — это место, где находится купол скалы или платформа храма. Это гора Мариа. То есть, Бытие 22 главе Авраам принес Исаака в жертву на вершине этой горы. Не на Офеле. Не на Сионе, а на горе Мариа. Так сказано в Бытие 22 главе. Интересно, что здесь растет небольшое растение. Я его никогда не видел, но знаю, что оно похоже на минору. У него семь веток, как и у минора. Мне очень нравятся такие параллели. А теперь послушайте меня внимательно. На горе Офел находится купальня Силаам. Именно к купальне Силаам пришел слепорожденный человек, где Иисус взял грязь, смешал со своей слюной и нанес на его глаза, а затем сказал, «Иди и умойся в купальне Силаам», которая переводится как «посланный». Он омыл свои глаза и после этого стал видеть ясно. После горы Офел, а вы поднимаетесь на гору Сион. Это очень интересно. Именно на горе Сион Давид установил скинию. Я уже рассказывал вам о скинии. Нет, не рассказывал? Ну тогда немного напомню. У меня уже все смешалось. Скиния Давида — это палатка, которую Давид поставил на горе Сион. И куда он поместил ковчег Завета. Это очень интересно. Я спрашивал у одного раввина. Я учился здесь у всех, кто знал Слово Божие. Я использовал любую возможность. Я спросил у него. Я очень рад тому, что я узнал. Я хочу, чтобы вы увидели то, что я сейчас собираюсь сделать. Я сказал, раввин. Давид поставил палатку на белом камне. Все камни, которые вы видите вокруг нас, они белые. Верно? Когда Давид поставил палатку и поместил в ней ковчег в хорошую погоду, он мог свернуть верхнюю завесу. только представьте, что это ковчег, и на земле вы можете увидеть тень. Вы видите тень. Помните, в Библии сказано, «под тенью его крыльев». Живущие под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего, покоятся. Вы так хорошо знаете слово. «Под тенью всемогущего он покоится». Давид поставил скинь ее, достал ковчег, солнце светит, он не может прикасаться к ковчегу. Почему? Потому что он не левит, он из племени Иуды. Он знал, что только левиты могли прикасаться к ковчегу. Однажды какой-то парень прикоснулся к нему и погиб. Поэтому Давид не трогал ковчега. Но что же он мог делать? Он не мог прикоснуться к ковчегу, но мог прикоснуться к тени. Он говорил, «Я могу оказаться в тени всемогущего, под его крыльями». Но Бог уже не птица? Откуда у Бога крылья? На крышке ковчега два херуина. Вы меня слышите? Сейчас я вам кое-что покажу. Подойдите сюда, пожалуйста, и подержите Библию. я хочу кое-что показать. Я хочу, чтобы вы подошли и прикоснулись к тени. Итак, это ковчег. Подойдите сюда и прикоснитесь к тени. Видите? Она не может прикоснуться к ковчегу, но может прикоснуться к его тени. Спасибо вам большое за помощь. Да, она пыталась прикоснуться к обоим, взяла и испортила мою проповедь. Нельзя прикоснуться к обоим. Будьте внимательны. Давид знает, что это символизирует Божие пребывание. Когда они брали на битву ковчег завета, они всегда побеждали. Ковчег завета разделил реку Иордан. Но надо же, поэтому они брали ковчег на войну. Но вернемся к Давиду. Крылья Херувима соприкасаются. Итак, светит солнце, здесь крылья, а там тень. Давид входил в скинию, он не мог прикоснуться к ковчегу, но мог прикоснуться к тени. А Библия говорит, что то, что мы читаем в Ветхом Завете, это тень того, что будет. Знаете что? Теперь мы не только можем прикоснуться к ковчегу, теперь ковчег внутри нас. Гора Афел — это место, где ваши глаза открываются. Гора Афел — это место омовения, это место вашего спасения, когда вы впервые приходите к Богу. Глаза вашего понимания открываются, и вы можете видеть, я был слеп, но теперь я вижу. Но вам нужно подняться выше, и вы не можете оставаться только в спасении. Библия говорит, что на горе Сеон наступает освобождение, а вы получаете освобождение и ходите в нем, только если пребываете в тени. Но нам не обязательно жить в тени. Предположим, что Библия — это ковчег. В послании к евреям сказано, что ковчег имеет в себе три вещи. Золотой сосуд с манной, скрижали с законом Моисея и посох Аарона. У Бога во всем есть какие-то прообразы, и он придерживается своих схем. Манна — это хлеб с небес. Иисус сказал, «Я есть хлеб, сошедший с небес. Если будете вкушать от Меня, то будете иметь вечную жизнь». Это прообраз спасения, принятие Христа, которое приносит вам вечную жизнь. Но в ковчеге есть и другие предметы. Вы спасаетесь, а потом поднимаетесь выше. Что еще? Скрижали закона, что делал закон, освящал человека. Поэтому от спасения вам нужно перейти к росту в Господе, чтобы быть свободными от осуждения. Сегодня вы должны быть ближе к Богу, чем год назад. некоторые люди останавливаются на спасении и освящении. Но в ковчеге есть еще и посох Аарон, сила Божия, которая символизирует крещение в Святой Дух. Это была мертвая палка, пока сила Божия не сошла на нее. И тогда на ней появились листья и даже миндаль. Вас узнают по плодам. То, что вы полны Духа, видно не потому, что вы постоянно говорите об этом, а потому, что у вас есть плоды. Павел сказал, если вы говорите на иных языках, но у вас нет любви, а это и есть ваш плод, то вы ничто. Как видите, плод важен. «Итак, спасение, освящение и крещение во Святой Дух находятся в ковчеге». Но кто же ковчег? Ковчег — это Христос. Если Христос во мне, то я спасен. Тогда я могу стремиться к освящению и крещению во Святой Дух. Но это еще не все. Вы приходите к горе Афел, где открываются ваши глаза. Затем вы приходите на Сион, где узнаете о ковчеге, потому что ковчег стоял в скине на горе Сион. А потом вы поднимаетесь на гору Мариа. На этой горе Соломон построил храм. И во время посвящения храма он приносил жертвы, но ничего особенного не происходило. Затем он принес храм ковчег завета, но тоже не было ничего зрелищного. Но когда он поместил кровь на жертвенник, когда он внес Божие присутствие ковчег завета, а потом привел певцов и музыкантов, чтобы они поклонялись Богу, тогда сошла слава Божия. И священники не могли устоять на гах. Когда вы приближаетесь к Богу, то в вашей жизни будут моменты славы Божией. Я хочу обратиться к вам сегодня. На каком бы уровне вы ни были сегодня, не оставайтесь на нем. Слава Богу за этот уровень, но пожалуйста, поднимайтесь на следующий. Иисус сказал, придите ко мне и возьмите иго мое, и вы узнаете, что мое иго легкое, поэтому всегда растите в благодати и познании Господа. Через год вы должны быть выше в познании мудрости и понимании, чем сегодня. И один из способов расти в познании мудрости и понимании это продолжать смотреть фестиваль Манны. Аллилуйя! О, я скажу это! Мы не даем вам молоко. У нас достаточно проповедников, проповедующих молоко. Мы даем мясо, стейки и филе. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Но обязательно досмотрите до конца. У нас есть новое предложение. Если вы закажете его, то поможете нам оставаться в эфире. Оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту. Поднимайтесь на гору Сион. Поднимайтесь выше и выше. Здравствуйте, с вами Перри Стоун. Я был благословлен тем, что моими наставниками были мужи великой веры, служители, которые не только верили в библейские проявления Духа Святого, но и сами действовали во многих духовных дарах, упомянутых в Библии. Однако многие современные церкви минимизируют, ограничивают или отрицают те девять духовных даров, о которых Павел писал в 12-й главе первого послания Коринфянам. В этом особенном учении я по Библии докажу, что в христианской истории девять духовных даров действовали до сего дня и будут действовать вплоть до возвращения Христа. Я с радостью представляю вам это 12-часовое учение «Дары Духа Святого». Оно записывалось как основной курс библейской школы. Вы услышите всю серию на 14 аудиодисках. Все верно, так много. В этом учении много разборов греческих слов, библейских сюжетов, исторических личностей, которые помогут определить каждый дар, его действия и замысел Бога об этом даре. Я также расскажу факты, о которых редко кто учит. Это невероятное 12-часовое учение с глубоким анализом доступно в течение ограниченного времени за пожертвование в 65 долларов или более. Библейская школа в одном альбоме. Это часть нашей международной библейской школы. В вашем духовном поиске понимание девяти духовных даров необходимо не ради знания, но для вашего духовного роста. Чтобы заказать этот альбом, вы можете позвонить нам по телефону, зайти на наш сайт или написать письмо по адресу, указанному на экране. Сделайте пожертвование и запросите предложение GFT133. Предложение доступно в течение очень ограниченного периода времени. С нетерпением ждем вас. у нас есть сухие кости. Ну, кстати, это не настоящий скелет. Причина, по которой некоторые христиане также безжизненны, как и этот пластиковый скелет, это то, что закон духа и жизни во Христе Иисусе не действует в их жизни. Для них христианство это пустая и безжизненная форма или ритуал. они не позволяют Духу Святому, который является представителем Бога на земле. Он наш утешитель и помощник. Он оживляет наши смертные тела. Когда вы не позволяете Духу Святому действовать на собрании или в вашей жизни, то так вы будете выглядеть в духовном плане, как вот этот товарищ на моем столе. Вы только посмотрите, вот как вы закончите. Мы решили сделать этот курс о дарах Духа Святого. и сделать его доступным для всех желающих. Потому что хотим, чтобы на ваших костях появилось мясо, вы ожили и вернулись к жизни. Как сухие кости, которые увидел в своем видении Иезекииль. Те кости стали армией Божией в последнее время. Бог дал нам девять инструментов от Святого Духа. Целых девять, чтобы мы могли действовать в силе. Надеюсь, вы закажете эту серию проповедей, и она благословит вас. А вот мое расписание. 1 мая, город Вайтс, Сулфер, Спрингс, Западная Вирджиния. Тебе, кстати, дружище, тоже нужно побывать на этих служениях. Всего одно собрание в Спрингсе, потом Гриффин, Джорджия, с 3 по 5 мая, 8 мая, всего одно собрание в городе Манстер, штат Индиана, с 31 мая по 2 июня мы будем в Южной Каролине, в городе Самто. В июле мы посетим Юту. Это будет замечательно. Я молюсь о том, чтобы вы открывали себя Духу Святом. Есть нечто большее, ребята, есть нечто большее, чем просто сидеть в церкви, слушать проповеди и засыпать в зале. Должно быть что-то большее. Многие люди вообще не ходят в церковь сегодня. Они говорят, я верю в Библию, люблю Господа, но не хожу в церковь. Одни не могут найти церковь, других в церкви обидели, а некоторые живут в часе езды от церкви. Это правда. В любом случае, найдите место, где вы сможете поклоняться Богу вместе с Божьими людьми. Делайте все, чтобы любить Иисуса и питать себя Словом Божиим. Если у вас нет заветных отношений с Иисусом Христом, то я умоляю вас обратиться к Иисусу и попросить Его спасти и искупить вас. После этого Он воскресит вас из духовной смерти и даст вам новую жизнь. Поэтому не будьте такими, как эти сухие кости. Божьи благословения вам и до встречи через неделю. Увидимся. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его туру по Израилю с 25 ноября по 4 декабря с возможностью посетить город Петро в Иордании. Звоните нам по номеру указанному на экране или заходите на наш сайт. Там вы найдете всю информацию о регистрации. Количество мест ограничено. Звоните. Продолжение следует...